После крутых и забористых 2011 и 2012 годов, 2013 с точки зрения громких RPG-релизов выглядит откровенно застойно. Зато у игроков появилась возможность обратить внимание на множество мелких проектов, которые в мешанине хитов могли бы банально затеряться. И поверьте, среди них были достойные образцы, которые мы сегодня вспомним в ретроспективном ролике, посвященном ролевым играм 2013 года. Подавляющее большинство тайтлов в этом ролике не снискали общемировой славы уровня какого-нибудь Ведьмака. Но даже сегодня они могут стать интересным открытием для тех фанатов жанра, что несколько подустали от помпезности игр первого эшелона. К слову о Ведьмаке. Недавно я решил поглубже погрузиться в лоротой восхитительной вселенной. Вот только времени читать книжки, увы, не хватает. Спасение я нашел на канале Hellgame TV. Его автор кратко, но по существу пересказывает книги пана Сапковского, дополняя все это качественной и дублированной озвучкой диалогов вместе со своей командой. Переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал. Не только ради интересного контента, но и во имя крутого интерактива в виде стрима. И еще, если канал наберет тысячу подписчиков, то в декабре автор разыграет ключ к Киберпанку 2077. Вот уж точно достойный приз для любителей ролевых игр. Ну что же, вернемся к нашей ретроспективе. Напоминаю, что вы на канале RPG Geeks и впереди нас ждет 2013 год. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 113 голосов Вышедшее в 2013 году на PlayStation 3 и PS Vita JRPG The Legend of Heroes Trails of Cold Steel не слишком-то всколыхнуло умы западных геймеров. И не только потому, что до сих пор есть огромная прослойка игроков, которые даже и знать не знают, что это за зверь такой японской RPG. На самом деле, вся загвоздка тут в том, что до Америки The Legend of Heroes добралась лишь в 2015, в Европе вышла в 2016, а на ПК ее и вовсе портировали лишь в 2017. Далее она еще и переиздавалась, например, на Switch. Чем же и сие творение заслужило такую долгую жизнь? Никакого секрета тут нет. Этого односкройная по всем параметрам JRPG с неплохим, хоть и затянутым сюжетом, крутящимся вокруг некоего элитного класса семьи из местной академии школьников, которые на самом деле являются крутыми героями. Всем любителям перемежать решения подростковых проблем с типичным для JRPG жанром ордобоем, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel вполне может запасть в душу даже в 2020. Expeditions Conquistador 174 голоса Игры про непобедимых школьников, по крайней мере в Японии, дело вполне привычное, а вот тактическая ролевая игра о покорителях Америки видится нам куда более экзотическим развлечением. Записавшимся в экспедицию конкистадорам стоит помнить, что одни только порох и сталь не обеспечат успех колонизаторской миссии. Тактика, выживание, дипломатия, лечение, разведка и лидерство — все это навыки вашего главного героя, которые он будет активно применять. Кто прет бездумно на пролом с упорством Родельера, у которого обсидиановый кинжал застрял в башке, рискует столкнуться с массой проблем, вплоть до мятежа в рядах своих подопечных. Исследование дикого американского континента, добычи ресурсов, выполнение квестов и бои на тактической карте — вот оно типичное конкистадорское расписание. Если хотите сыграть вариацию King's Bounty в атмосфере походов Писарра и Кортеса, Expeditions Conquistador — это определенно ваш выбор. Fire Emblem Awakening — 191 голос. Fire Emblem Awakening — эксклюзив платформы Nintendo 3DS, а потому нет ничего удивительного, если вы о ней не слышали. Впрочем, этой игре, высоко оцененной по всему миру критиками и фанатами серии Fire Emblem, приписывают, например, увеличение продаж 3DS. В Awakening вам предстоит сражаться, сражаться и еще раз сражаться. Игра переполнена различными битвами, причем весьма толковыми. Классов бойцов, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и уязвимостями, предостаточно. И дело тут не ограничивается стандартными стрелками и танками. Есть, например, рыцарь на Пегасе. Привет-привет, Disciples 2! Однажды мы непременно сделаем про тебя видео. Вне боев вам предстоит не только разбираться с местным сюжетом, но еще и налаживать отношения внутри своего отряда, что, конечно же, будет влиять на его эффективность боев. В общем, если у вас завалялось Nintendo 3DS, и вы хотите сыграть в проверенный временем хит, не забудьте про Fire Emblem Awakening. Lightning Returns Final Fantasy XIII, 281 голос. И тут кто-нибудь из наших зрителей может возопить. Опять японцы, да что ж это творится-то? Да, действительно, в 2013 году японские игры блеснули, хотя и не столь ярко, как могли бы. Lightning Returns Final Fantasy XIII будет последней японской игрой в нашем сегодняшнем топе. Верхние места достались более привычным глазу западного игрока проектам. Про эту же часть бесконечной серии Final Fantasy и сказать-то особо нечего. Во-первых, сама по себе она оказалась достаточно проходной, как в сюжетном плане, так и во многих других элементах, вроде дизайна локаций. Во-вторых, играть в нее кому-то, кто не знаком с почтенной серией Final Fantasy, не стоит. Это явно не та игра, которая может стать точкой входа для Неофита. И, тем не менее, свою долю внимания проект в 2013 урвал, во многом благодаря громкому имени серии Final Fantasy. Under Rail. 314 голосов. Эта игра, прямо скажем, страшненькая. И даже те RPG-фанаты, что гордо бьют себя кулаком в грудь и заявляют, что визуал в игре не главное, вполне могут быстро приуныть от внешнего вида Under Rail. В визуальном плане игра пытается подражать классическим Fallout, но 2D-осадки до сих пор смотрятся здорово благодаря крепкому дизайну. А вот Under Rail напоминает попытку нескольких студентов скопировать этот самый дизайн. С другой стороны, все остальные элементы игры, на которые тоже, кстати, оказала влияние идеология постапокриптических хитов от BlackEye, удались на твердую пятерку. Квесты и мрачные истории быстро погружают в этот мир без всяких графических наворотов. Прокачка весьма обширна, а сложность боев порой натурально издевается над неподготовленным игроком. Все вышесказанное все еще слишком сильно напоминает вам Fallout? Не бойтесь, у игры есть свои фишки. Вроде псионики или уникальной системы прокачки, которую по желанию можно включить, получив тем самым новый игровой опыт. Рискните и попробуйте Under Rail. Игра стоит сущие копейки. Если ее внешний вид не отобьет у вас желание играть, то внутреннее наполнение быстро отобьет ее стоимость. The Incredible Adventures of Van Helsing. 338 голосов. Данная игра – пример креативного подхода к жанру, в котором, казалось бы, места для креатива не осталось. Hack'n'Slash игры со времен Diablo 2 нашли свой идеальный вектор развития, и мало кто от него отказывается. Но ребята из Neocor Games решили, что их проект The Incredible Adventures of Van Helsing будет завлекать игрока в себя не миллионами часов фарма редких зеленых шмоток, а сюжетом. Да-да, вы не ослышались, это игра с неплохим и местами даже интригующим сценарием, а также приятным игровым миром, в котором хочется проводить время не только потому, что очередная свора нечисти должна быть разорвана на куски знаменитым Ван Хельсингом. Необычный стиль позволил проекту обзавестись своей фан-базой. Недаром приключения Ван Хельсинга, в конце концов, разрослись до трилогии. Если до сего момента вам казалось, что вы попробовали в жанре Hack'n'Slash абсолютно все, пересмотрите свое мнение и непременно обратите внимание на эту игру. Shadowrun Returns – 1088 голосов Серебро в нашем сегодняшнем топе уходит в Shadowrun Returns. Игре про людей, эльфов, троллей и прочую фэнтезийную нечисть, уживающуюся друг с другом в сеттинге киберпанка. Пожалуй, именно необычный игровой мир, базирующийся на основе настолки Shadowrun, является главной козырной картой этой игры. Крутую историю, снабженную множеством хорошо написанных диалогов. Здесь также сопровождают кривоватый баланс и уж очень аскетичный и линейный дизайн. Shadowrun Returns – первый блин из очень вкусной трилогии, и многие ее недостатки разработчики постарались исправить в последовавших продолжениях – Shadowrun Dragonfall и Shadowrun Гонконг. Так что, если захотите познакомиться с этой удивительной вселенной сегодня, можете сразу переходить к этим играм. Куда более несовершенную Returns, тем не менее взобравшуюся на серебряный пьедестал, мы рекомендуем лишь тем, кому очень понравятся Dragonfall и Гонконг, и они захотят немедленной добавки. И прежде чем мы огласим лучшую RPG 2013 года, по мнению наших подписчиков из паблика RPG Geeks ВКонтакте, назовем проекты 2013 достойные упоминания. Dungeons & Dragons Chronicles of Mistara Shin Megami Tensei IV Monster Hunter IV Mars Warlocks Neverwinter Online ArcheAge GodEater II Dragon's Crown Divinity Dragon Commander The Dark Eye Demonicon Heroes of Dragon Age Path of Exile 1519 голосов Сколь бы милой и смелой нам не казалось The Incredible Adventures of One Helsing, роль самой крутой RPG и по совместительству самой крутой хэк-н-слэш в 2013 году Урвала Path of Exile После разочаровавшей многих фанатов Diablo 3 в ролике, посвященном 2012 году, мы рассказали, что же с ней было не так. Path of Exile явилась миру как достойная наследница классики Blizzard. Опять же, как и в случае с Under Rail, речь не идет о тупом копировании. Чувствуется, что разработчики Path of Exile вдохновлялись Diablo 2, но у них было предостаточно собственных оригинальных идей. Да и на воспроизведение гениальной формулы Blizzard они не собирались останавливаться. Авторы искали способ ее улучшить. И нашли, подарив игрокам воистину ветвистую и разнообразную прокачку. Классы в Path of Exile это всего лишь нечто вроде стартового пресета, который потом вы сможете изменить в какую угодно сторону. Многих новых игроков Path of Exile даже пугает своей системой развития. Но на самом деле разобраться в ней не так уж и сложно. А игровой процесс настолько напоминает Diablo 2 и обладает столь сильной аддиктивностью, что в голове по неволе всплывают призрачные образы Лут Галейна, Кураста и Харагата. Однозначно, Path of Exile самый яркий RPG-проект 2013. 2013 год это год затишья. Затишья перед бурей, что началась в 2014, когда вышли такие хиты как Dragon Age Inquisition и первый Original Sin, и окончательно разгулялась в 2015, когда на мониторы ворвался третий Ведьмак. Обо всех этих годах мы также непременно расскажем вам, а взамен просим лишь подписаться, поставить лайк этому видео и ударить в колокол. От ваших комментариев также не откажемся. Пишите, какая из игр 2013 произвела на вас наибольшее впечатление. А может вы только-только узнали о каком-нибудь проекте из этого видео, и теперь загорелись желанием поиграть в него. В ожидании новых видео посмотрите, что еще есть на нашем канале. Недавно вышло, например, превью Kings Bounty 2, составленное по закрытой презентации от разработчиков. Играйте только в хорошие игры, не забывайте надевать маски плюс 5 к защите от коронавируса. И до встречи на RPG Geeks! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова